В Карпивницком продолжают уничтожать деревья в зелёных зонах. Всё это делается под видом санитарной вырубки. Но на самом деле пилят абсолютно здоровые акации, клёны и вязы. Кто на этом наживается, выясняла Елена Брынза. Лесопобал, так называют местные жители, то, что видят из своих окон. Десятки здоровых деревьев вырубили за несколько часов. Я вернулся домой, уже деревья все лежали. Просто сердце кровью обливается. Раньше здесь была зелёная зона, можно было отдохнуть, пожарить шашлык, погулять с детьми. Деревья хоть трошки давали, какие-то поветри, а тут нормальные деревья, большие они были. Наши были пиляты, я не понимаю. Год назад, рассказывают люди, деревья уже хотели спилить. Но тогда зелёную зону удалось отстоять. В этот раз не успели. Расчистила площадку частная фирма. Её представители уверяют, всё законно. Разрешение выдала мэрия. В горосполкоме есть. Это же нам показывали, что в горосполкоме сейчас показывали. Там давали разрешение. Это же не то, что мы пришли сами. Нам ничего не было. А кто замок на их рубит? В горосполкоме. В мэрии подтвердили, разрешение давали, но на вырубку только 30 деревьев. Мол, все они старые и трухлявые. К тому же, по документам, это не зелёная зона, а обычный земельный участок. Причём давно находится в аренде. И вот хозяин решил построить здесь торговый комплекс. Каждое дерево, которое подходит выдалению, есть фотографии, где четко вказывают на все проблемы, которые вказаны в актах обслуживания. Будь ласка, всё оно зафиксовано, всё оно помечено. И включено на эти деревья надано дозвіл на их выдаление. А вот активисты уверяют, в мэрии выдали разрешение на вырубку деревьев, потому что хозяин земли – депутат горсовета. Да и уничтожили здесь не 30 деревьев, а 48. Если камеру повернуть туда, у нас два сухих дерева, чему-то лишилось. А вот на этой полосе, где должен быть магазин, тут повалены абсолютно зелёные, нормальные, здоровые деревья, с чистыми разрезами, чистыми стовбурами. То есть, нам так как-то дивно, как так, на какой же сухости, если сухости и лишился. Сколько деревьев спилили и какие, приезжала разбираться специальная комиссия из мэрии. Нарушение установили и выписали штраф – 850 гривен. Но такая сумма вряд ли может кого-то остановить. Поэтому активисты уверены, застройщики и дальше будут уничтожать зелёные насаждения в городе. Елена Брынза, Владимир Кувакин. Подробности телеканал «Интер» Кропивницкий.